всем привет из деревни в сегодняшнем видео покажу и расскажу о надворных постройках и огороде но прежде пару слов о том что это за деревня как я здесь оказался для чего и чем занимаюсь значит я родился и вырос в довольно таки крупном городе екатеринбург это свердловская область с детства я увлекался птицами животными наблюдениями за ними фото и видео съемкой ну и вот в поисках удачных кадров в разъездах по свердловской курганской и челябинской областях я оказался в одной из деревень курганской области деревня называется село улугуши или улугушская и здесь вот приобрел дом занимаюсь садово-огородными какими-то работами и пчеловодством то есть я пчеловод организовал небольшую пасеку и произвожу вот такой вот мед но теперь все-таки начнем осмотр надворных построек огорода и начнем вот сарая который вот ближе всего находится сейчас вот сюда зайду посмотрим что там внутри дверки все везде вот тут такие вот низкие узенькие поэтому протискиваться приходится с трудом так ну вот этот небольшой сарайчик здесь находится различное пчеловодное оборудование вот медогонка что тут рамки рамки этого троевня ну и у ли конечно вот они стоят новые улей весной сюда заселятся пчелы но основные пчелы которые остались с лета с осени они сейчас находятся не здесь они зимуют специальном помещении мшанники пчелы зимой не спят они просто мало активны кушают тот мед который они заготовили летом вот так вот ну в принципе здесь все понятно переходим к следующему сарайчику так вот посмотрим что здесь то есть мы били вот в том сарайчике ага вот тут поленится с дровами вот еще вот в этом вот помещении ци вот здесь вот дровишки лежат поленится еще вот тут вот есть например вот сейчас зайдем сюда ну вот что здесь вот такая вот тут разруха старье всякое лежит тут когда-то вот была яма овощная но я не пользуюсь этим сараем да и другими сарайчиками не пользуюсь вот допустим вот там где вот пчеловодный инвентарь хранится немножко занял его здесь вот ничего я тут так вот складываю допустим кое-что сюда вот покрышки вот эти привез пенопласт ну что-нибудь да и можно сделать из этого сарайчика посмотрим ладно пойдем дальше тут много таких так теперь пойдем посмотрим вот это помещение которое прямо перед нами у старых хозяев здесь был гараж гараж для мотоцикла ну тоже вот очень низенькие двери как всегда как обычно но откроем посмотрим что там но я не прибираюсь тут мне тут они не нужны эти помещения эти сарайки как просто склад ну вот так вот пойдем посмотрим что еще есть тут хорошего так вот этот проход ведет в туалет уличный туалет вот он находится здесь уличный туалет но я им не пользуюсь как я уже объяснял здесь вот выход в такой вот небольшой сад это черемуха дерево черемухи растет ну все там пошла вот степь лес болото это вот сирень скоро уже весной она расцветет будет благоухать радовать красотой идем дальше так ну и теперь остался вот этот сарайчик самый такой здесь большенький то есть мы были были вот там вот если смотреть сквозь стену где сарай с пчеловодным оборудованием потом второй пошел этот в части баня находится тут туалет здесь гараж а вот сюда сейчас зайдем посмотрим ну вот здесь видимо у них было ну как называется конюшня в общем тут вот скорее всего были коровы бараны может свиньи птицы тут вот держали хозяева своих животных ну я животных никаких не держу иначе я бы не смог уезжать в город оставлять это хозяйство не на кого двух сарайчиках здесь здесь а потом заглянем сюда вот как здесь все страшно страшно темно ничего здесь нет интересного старый какой-то хлев вот так вот ничего я тут не делал не ремонтировал здесь вот видимо тоже были животные но мне пока это помещение не нужно но так можно здесь что-нибудь сделать до каких-нибудь животных клеть ну подумаем еще все в проектах здесь вот примерно такая же история вот а вот это вот дверь вот это вот помещение я хочу переоборудовать под мастерскую перетащить сюда вот этот станочек ну и заниматься деревообработкой сейчас зайдем посмотрим что там и как ну вот оно это помещение я думаю для мастерской вполне тут достаточно места потолки как обычно низкие везде тут везде в этом доме и в сараях тем более ну давайте поближе тут хранятся доски на просушке вот уже год они сохнут думаю из них делать ульи какие-то другие пчеловодные деревяшки строгать вот то есть здесь вот утеплю стены утеплю стены окно вот поставлю здесь распиловочный станок проведу свет и будет нормальная такая хорошая мастерская место тут достаточно чтобы хранить какие-то заготовки из древесины ну и прочее ладно ну а теперь пойдем посмотрим сад и огород здесь вот находится мангал для приготовления шашлыков еще чего-нибудь можно испечь вот вот это огород вот это все вот огород где вот нету сорняков сколько здесь наверное такой квадрат 40 на 40 здесь я летом садил донник ну а в этом году надеюсь планирую посадить фацелию но это для пчел это медоносные растения они очень нужны пчелам так посмотрим что здесь ну а ну а ну а ну вот здесь вот находится баня вот сам дом тут вот еще один дом старый тут никто не живет давно уже никто не живет и вряд ли вряд ли кто-то будет жить вот это место вот этот так называемый сад здесь вот собственно и располагается моя пасека здесь вот живут пчелы на этом пятачке пока еще пасека не очень большая хватает этого места здесь вот скамеечку такую мы сделали летом для посиделок ну а теперь в заключении попробую залезть вот по этой лесенке на крышу и показать как это все выглядит хозяйство сверху с высоты ну вот как то так это все выглядит вот сам дом вот эти все сарайки которые сейчас только что посмотрели деревня но вот и я ну все если понравилось видео жмите так всем привет и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok